Добрый день, уважаемые зрители канала Катранган. Рады вас приветствовать. И в данном видео обзоре мы расскажем вам вот о таком вот рюкзаке от компании Кресси. Модель называется, как мы видим, Малибу. Итак, что можно рассказать об этом рюкзаке? Рюкзак достаточно простой и максимально облегченный. Давайте начнем, как обычно в наших обзорах, с подвесной части. Итак, что можно сказать о подвесной части? Как мы видим, тут присутствует вот такая вот сеточка. Если посмотреть, заглянуть под нее, мы увидим с вами тут присутствует рама. Металлическая рама, такие вот полоски, которые держат натяжку данной сетки. Благодаря чему ваша спина не будет потеть. То есть сделана для максимальной вентиливаемости вашей спины. То есть в летних условиях, когда очень жарко, все должно быть более-менее хорошо. Кроме всего прочего, тут мы видим с вами вот такой вот упор под спину с небольшими такими вот ушами, бедренными обхватами. Сделаны тоже из сеточки. Мягкие, должны быть удобно. Две S-образные лямки, вот такие вот, как мы видим, эргономичные. Тут же присутствует грудной зажим, регулирующийся по высоте, ну и, соответственно, по обхвату груди. На фастексе, как мы видим с вами, есть такой небольшой демпфирующей резиночкой. Ну, собственно говоря, вот все, что можно рассказать о подвесе. Присутствует еще также вот такой вот пояс, при помощи которого мы можем фиксировать, собственно говоря, его на бедрах, дабы рюкзак, его содержимое не болталось и не мешало вам перемещаться. Теперь перейдем к лицевой части данного рюкзака. Снизу, сзади мы видим сразу присутствует вот такая вот петелька. Она покрыта светоотражающим материалом и предназначена для вариантов, если вам сюда нужно повесить проблесковый маячок, чтобы вас было видно хорошо, когда вы идете вдоль трассы. По бокам также присутствуют вот такие вот затяжки, как мы видим с вами, то есть боковые компрессионные стяжки, которые помогают, как вариант, выбрать излишнее пространство свободное рюкзако, если он у вас не полностью забит, и тем самым, скажем так, предотвратить болтание того, что вы носите в рюкзаке по объему рюкзака. Так значительно удобнее. То есть помогает нам центр тяжести рюкзака сместить ближе к спине, что уже как бы неплохо, и всевозможные болтания также типа отсекаются. Тут же мы видим небольшой вот такой сетчатый карман. Вещи крайне полезные. Сюда, во-первых, запросто встанет фляга с водой, либо бутылка с водой, или же, допустим, некоторые вещи, которые нуждаются в просушке, в сетчатом кармане, они будут сохнуть просто по дороге, скажем так, по ходу вашего движения. Кроме прочего, здесь имеется вот такая вот петля и вот такая вот затяжка. Это сделано для крепления каких-то более длинномерных вещей. То есть если необходимо, скажем, внести какую-нибудь там небольшую лопатку, либо, как вариант, не знаю, ледоруб, ну правда такой рюкзак вряд ли вносится с ледорубом, либо там дуги от палатки, можно их сюда вставить, зафиксировать сверху вот такой вот застежечкой на резинке, и они будут зафиксированы. С противоположной стороны конструкция рюкзака аналогична. Компрессионная стяжка, карманчик. Теперь давайте посмотрим отделение рюкзака. Как мы видим, первый карман лицевой, это у нас такой органайзер. Открывается хорошо и полностью, то есть место для ручек, не знаю, для блокнота, для всевозможных мелочей такой вот сетчатый кармашек. То есть достаточно объемный, удобный карман. Сейчас мы с вами откроем основное отделение рюкзака. Вот основное отделение рюкзака. Как видим, открывается он очень хорошо, практически полностью, и предоставляет нам полный объем. То есть здесь такое моноотделение большое. Единственное, что у него присутствует вот такой вот карман, как мы с вами видим, он предназначен для того, чтобы разместить здесь кидратор. То есть питьевую систему. И вот есть выход для шланга. Сейчас, одну секунду, я покажу. Вот, как мы видим, сюда можно вывести шланы, и тем самым питьевая система у вас будет под рукой. Посмотрели мы с вами основное отделение. Сразу хочу сказать, что ткань, из которой выполнен рюкзак, она не продувается, ну, а, соответственно, и не промокает. Но на тот случай, если уж совсем какой-либо серьезный дождь, у нас в верхнем кармане, вот в таком вот, присутствует так называемый рейнкавер. Защита от дождя. Если лупит вообще ливень, мы накидываем его сверху на рюкзак, тем самым полностью защищая его от уникновения воды. Рейнкавер, как мы видим, на молнии. То есть его можно отстегнуть и использовать данный карман, если не предполагается никаких сильных дождей, или вообще бросить его, допустим, в органайзер этот рейнкавер. Вот данный карман можно использовать для переноски солнцезащитных очков. Этот караминчик можно использовать как фиксатор для ключей, ну, и вообще для всевозможных мелочей. То есть вот такой многоцелевой кармашек. Легко прячется рейнкавер. Застегивается. Ну, и, соответственно, ручка для переноска в общественном транспорте, для того, чтобы не мешать окружающим. Вот такой несложный и действительно достаточно легенький рюкзачок. Продается в нашем магазине. Обращайтесь, звоните. Не забываем про хорошие скидки для постоянных клиентов. И до скорых встреч!